Привет, это Кулинарная Академия LG, меня зовут Алексей Зимин. Сегодня я буду готовить мусс из яиц, ветчины и сыра, а поможет мне в этом печка LG, которая не просто печка, а четыре разные функции – гриль, конвекция, пар и микроволны. Я буду готовить свой мусс на пару, а пока займемся, собственно, муссом. Четыре яйца разбиваются в миску, слегка взбиваются вилкой, не очень сильно, они не должны превратиться в нечто однородное, они как-то вот должны волнами белок и желток, не до конца перемешиваются, образовать вот такую субстанцию. Слегка взбив яйца, надо добавить к ним немного сметаны, немного жирных спивок, чуть-чуть совсем мускатного ореха, может быть, одной из самых ярких пряностей, известных человечеству. Во французской кухне существует традиция почти обязательно добавление мускатного ореха в яйца и в картофель, то есть в яйца для того, чтобы усилить такой повседневный вкус яйца, а в картофель, чтобы отбить такой немного, как считает француз, болотный запах, потому что чистая картошка им уже 300 лет как не очень нравится, но с мускатным орехом вроде бы ничего. Итак, сметана, сливки и яйца размешиваем, чтобы более-менее однородно все получилось. Добавляем немного рубленой петрушки, соль, перец и чуть-чуть тертого сыра. Лучше всего в этот мусс подходит сыр, грюер, швейцарско-французский сыр, который имеет такой немного ферментированный запах, чего-то очень благородного и интересного, но при отсутствии грюера можно пользоваться любыми другими, в принципе, коровьими сырами. Главное, чтобы они умели плавиться и лучше, чтобы у них все-таки был какой-то яркий вкус, потому что это блюдо очень нарядное и все компоненты должны как-то соответствовать величию момента и быть такими как бы ответственными, чтобы принести в общую копилку свой какой-то важный вклад. Это еще не вся начинка из холодильника. Нужно достать ветчину, которую тут найти довольно легко, потому что все освещено как при солнечном сиянии. И эту ветчину, небольшой его кусок, нарезать мелким кубиком. Ветчину, нарезанную мелким кубиком, надо слегка обжарить на сливочном масле. Кроме ветчины потребуется еще, это уже финальный ингредиент, потребуется еще лук-порей, белая часть. На 4 яйца достаточно вот такого сегмента длиной 10 сантиметров. Порей мелко рубится. И потом добавляется к ветчине, когда та слегка обжарится. Слегка обжарив ветчину, добавляем к ней лук-порей и жарим его вместе с ветчиной на сливочном масле до мягкости. Мусс этот повторяется по сюжету классическое французское блюдо, которое называется киш-ларен. Обычно это делается в пироге из песочного теста, вот с такой богатой начинкой. Ну, песочное тесто уже какой-то совсем, может быть, гурманский, раболезианский элемент в этом во всем. Поэтому можно обойтись без него, сделав вот как раз на пару этот мусс. Так, до мягкости, только до мягкости обжаривается порей. Ни в коем случае он не должен быть пережарен, потому что он потеряет свой приятный цвет, а приобретет цвет горелого и приобретет горечь, как и все практически лилейные лук-чеснок и порей, которые, сгорая, становятся более горькими. Обжаренное отправляются в миску вместе со всеми остальными участниками этого блюда. Перемешиваются. И осталось только перелить все это в форму. И поставить в печку режим приготовления на пару. Чтобы готовить на пару, есть такая штука, которая входит в комплект печки LG с названием Solar. Она состоит из трех частей. Крышки, поддона и дырчатого круга, на которые ставятся, собственно, продукты, которые хотят приготовиться на пару. Сюда наливается вода. Поверх ставятся формочки с муссом. Все это закрывается сверху крышкой и отправляется в печку. В печке есть специальные режимы приготовления на пару. Здесь есть кнопка, где все изложено максимально просто. Нажимаем этот режим. В разделе на пару выбираем режим яйца. Потом выбираем количество. Нажимаем на кнопку Start. 18 минут примерно потребуется 4 яйца, чтобы превратиться в мусс. После того, как яйца приготовлены, их надо с максимальными предосторожностями достать, чтобы не облиться горячей водой и перенести на стол. Ну вот, собственно, это уже результат. Это уже даже сервированные блюда. Подавать его лучше в той форме, в которой оно готовилось. Это на самом деле вкусно. Если вы упустили какие-то детали в рецепте, то сейчас все подробности будут. Сыр, ветчина, мускатный орех, перец и соль, сливочное масло, лук-порей, сливки, сметана, яйца, петрушка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова